Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, ну и те, кто смотрит просто мои видео. Вот моя новиночка, как раз я ее и хотела. Помните, когда я купила вот эту вот куколку, которая, как это, тоже фея Дисней, Розетта. Я просто там неправильно произнесла, на самом деле не Розита, а Розетта. Я ее так и оставила Розетта с именем. И помните, я там показывала вот такую же кордоночку и вот показывала куколок здесь. Говорила, что сереблянка здесь очень красивая и я ее очень хочу. Вот я ее купила. Там тоже и Динь-Динь есть из этой коллекции, и сереблянка есть, и, естественно, Розетта. Но так как Динь-Динь у меня есть, поэтому я ее и не купила здесь. Вот. Также, смотрите, у нее также можно менять одежду. Купальник. Верх вот такой молдированный, с юбкой такой, или вверх молдированный с другой юбкой. Оказывается, что, я-то думала по картинкам, у нее вот здесь вот кофточка и нет ничего молдировано. Оказывается, у нее под кофточкой молдировано. И еще у нее такие же крылья, как и у Динь-Динь, то есть на липучке. Я думала, они такие же, как у Розетта, а оказалось, нет. Вот. Почему я ее купила еще? Ну, потому что, как бы, я вот сегодня у нас пятница, 27 число, января 2017 года, я поехала в Детский мир, потому что увидела на сайте, я сегодня как раз выходная, и поехала в Детский мир, потому что увидела на сайте, что там у них есть Сильвит Эмбервульф. Я даже включила в планшете все это, страницу, где она там есть, там написана одна полосочка, вот. И типа в ассортименте. Вот. Ария еще была внизу, и Дракулаура из этой коллекции, электролизованные. Вот. А вчера, в четверг, когда я заезжала, я видела Фрэнки там, три штуки из этой коллекции. Но, правда, у него руки не шарнирные, вот, только ноги. Поэтому я думала, может быть, там еще коробка стояла большая, наверное, думала, что она там есть как раз, и ее могли привезти и выставить уже. Вот. Поэтому я даже не стала кушать, не завтракать, сразу же сломя голову, быстро подкрасилась и поехала в Детский мир. Там оказывается, что нету ее, вот, потому что, как бы, они сказали, если она одна, там одна черточка была на сайте, что она, говорит, могла прийти к нам с браком. Вот. Ну, я когда-то спросила Барби, говорю, такая есть, ну, которую я искала на скейте, из спортсменок безграничных движений. Нет, она говорит, вот, ну, показала, какие-то нам поступили. Вчера вот, вот, все показала. Ну, я спросила, будут ли такие Барби у них, потому что, говорю, в другом детском мире, во втором, такая была каратистка там, вот, ну, я ей показала все на планшете. Вот. Ну, она мне говорит, ну, там, консультант, который ходил тоже, вот, по магазину Детский мир. И она говорит, ну, да, может быть, и будут, вот, ну, спустя некоторое время, говорит, вы, говорит, захаживайте в магазин, посматривайте, раз там, говорит, ну, есть на сайте, могут привезти. Вот. Ну, я говорю, ладно, хорошо, теперь это, буду ходить каждый четверг ездить, потому что у меня все равно Детский мир находится, в том направлении, где я еду домой, просто там выйти надо и опять сесть в троллейбус и заплатить 30 рублей, потому что туда 16, и обратно 16. А ведь начинала ездить с 7 рублей, вот так вот повышаются цены. Сначала 7 рублей, потом 10 рублей, потом 15 рублей, а теперь 16. Вот. Скоро за 100 рублей будем ездить на троллейбусах. Вот. Вот маршрутки, естественно, стали еще дороже, 18 рублей. Вот. Пенсионерам так и осталось 12. Вот. Ну, и, в общем, после того, как я уже думала, ну, наверное, поеду тогда, это, а на улице Холодина, 26 градусов, минус. И я еще, как бы, подболела здесь немножко, у меня температура была 37, и вчера тоже горло болело ужасно. Вот. Прошла неделя, как бы, я снова заболела. Сейчас же грипп ходит, вот. В маске ходить неудобно как-то, потому что у меня ренит, и если я маску одену, у меня будет просто, я не смогу дышать. Вот. У меня нос и так закладывает без маски, а с маской еще хуже. Ну, в общем, сейчас не об этом, это я просто, как бы, рассказываю, почему вот я ее купила. Поехала дальше, то есть решила поехать, раз уж я уже поехала в Детский мир, ну, как-то просто так, не хочется ехать в такую морозилку еще с температурой, и поэтому, думаю, поеду-ка я еще по двум магазинам. Поехала в Бегемот, он туда дальше Детского мира на одну остановку, поехала, заехала в Бегемот, и там вообще, как бы, монстров, там пустые полки. Новые только заметила, что у них есть вроде бы ракель какая-то музыкальная, у нее ноги не шарнирные, а руки шарнирные, но я не стала ее брать, потому что я таких не очень люблю, без шарнирных кукол, вот. И, как бы, пустые все полки практически, там, где монстры стояли, и там, где вот Десендер стояли, Дисней, куклы, темный герой, наследники, ну, и светлые герои, то есть наследники, называется, вот. И там вообще пусто, все прям, полки все пустые, отверху до внизу, там, наверное, полок 4 или 5, все пустые, думаю, что у них там, как будто их обокрали, вот, ну, реально, все пустое. Я там походила, так посмотрела, ну, понравился стол, где компьютер есть, там, да, факс, книжечки, но он стоит дорого, но я не купила, думаю, сейчас пойду в Бубльгум, вдруг там, там будет Барби или это, Сильвер Тимбер Вульф, потому что, как бы, в основном, Бубльгум это самый лучший магазин у нас в палате, он находится в торговом центре города, вот. И там, как бы, палата, это супермаркет, и там еще есть Бубльгум, то есть у нас большой магазин, там еще и ДНС есть у нас, и карри с обувью, ну, в общем, много магазинов, вот, потому что крупный гипермаркет, вот. И поэтому я туда поехала, в палату уже, зашла в Бубльгум, и стала рыться вот среди этих феечек, потому что, как бы, когда я розиту брала, я ее машинально просто взяла, не стала там рыться, смотреть, я так и подумала, что она там есть, смотрю, стоит, я так обрадовалась, что розиты там есть, потому что я вот, когда, ой, розитая серебрянка, там, кстати, еще одна была, но что-то у нее как-то вот так вот нога была вывернута, я что-то побоялась брать, и что-то у нее на щеке было, я как бы решила пойти посмотреть вторую, вот эту взяла, там еще одна осталась, вот, и взяла серебрянку, когда вот я покупала розиту, вам уже на видео там рассказывала, что я хочу серебрянку, я очень обрадовалась, что хотя бы я купила серебрянку, потому что Барби безграничных движений там не было, вот, но зато я сфотографировала, как его, можно сказать, так, макет, ну, как бы, для витрины, там стоят четыре Барби в платьях таких красивых, шарнирные, их нигде не продают, кстати, они, по-моему, из старых коллекций, вот, там с челкой тоже есть Барби, еще какие-то там четыре негритянка, то есть они четвером стоят, в стеклянном закрытом куполе, это типа витринный такой, как бы, ну, специально просто, ну, реклама, вот, я их, кстати, сфотографировала, потому что очень давно хотела сфотографировать, и на телефон щелкнула, вот, и Барби там не было, Сильвит Эмбервюш тоже не было, вот, ну, я рада была, что я хотя бы купила серебрянку, потому что она очень ее понравилась, ну, теперь давайте перейдем к кукле, волосы у него такие вот черные, кстати, я не помню, серебрянка какая она фея, фея чего, то ли воды, то ли природы, надо будет посмотреть, так-то я все мультики смотрела про этих фей, и мне не очень понравились, мне еще нравится такая вот фея урагана, я не помню, как ее зовут, вот, но еще не встречала в продаже ее, вот, видите, не помню, как зовут, но помню, что она фея урагана, а здесь вот не помню фея чего, но помню, как зовут, вот, видите, у нее, вот, такая липучка, я, честно, думала, что у нее будет так же, как у розеты крылья, но у нее так же, как у динь-динь, ну, что это не очень удобно, потому что липучка все-таки, Она когда-нибудь перестанет лепиться Но я этих фей держу с крыльями Поэтому как бы Волосы, кстати, не залаченные Очень красивые Такие черные длинные волосы Здесь у нас идет прядь небольшая Голубого цвета Кофточка у нее тоже снимается Она тоже на липучках Ну и здесь липучка для Вот этой вот штуки Она вот так снимается И вот здесь у нас идет Я не буду просто снимать, потому что это долго Просто покажу, что здесь идет молдированный Вот такой же топ, как у розеты И, кстати, хорошо, что здесь есть топик Вот чем она мне еще и понравилась Потому что у нее здесь есть Вот такой вот Небольшой топик Поверх вот этой вот молдированной части И даже вот как будто Незаметно, что там что-то молдированное Волосы не залаченные Они легко расчесались И, кстати, они все прямые И мыть я не буду Смотрите Вообще идеально красивые прямые волосы Вот редко так попадается Когда вот они не залаченные И прямые Вот у меня такая была Бонита Фемур еще тоже Ей тоже не мыла Вот, значит, сумочка, естественно Вот у нее такая синенькая Просто сейчас я ее тут не сняла Она здесь вот забинтована у нее Это резиночкой Дальше у нее идет юбочка Ее тоже можно менять В несколько нарядов и поз И также оставлять в купальнике Вот это у нас юбочка Вот так вот снимается И можно оставлять вот в таком платье Смотрите Можно либо в топике, либо топик снять То есть менять можно как угодно Вот у нее здесь тоже так же идет купальник Вот Просто это растягивать не буду Можно, кстати, вот эту сиреневую юбку снять И оставить вот эту вот То есть очень красиво То есть мне вот эти феечки Но это, наверное, новая коллекция Кстати, коллекция называется Принцессы Пикси И мне вот эта новая коллекция Очень понравилась Потому что раньше я их не видела в продаже Я только видела их Пираты Феи Пиратского острова Вот называется коллекция И, кстати, у меня Из этой коллекции Феи Пиратского острова У меня идет Динь-Динь Мне она там больше понравилась Я ее взяла Там еще была в туфлях Но мне как-то она в туфлях Не очень понравилась и мне понравилась вот именно там, где она в сапогах этой коллекции. Вот, так вот, немножко перекрутилась, так. Глазки у нее тоже просто очаровательные, особенно макияж. У нее такой сиреневый, светлые тени, румяна тоже он красивый, улыбочка очень. Она вся шарнирная, да, вот. Ну, кроме, естественно, вот в ступнях ног у нее нет шарниров, а так шарниры у нее везде в локтях, в кистях рук. Потом в коленях тоже есть шарниры. Вот. Так, сейчас присыпаем ей крылья на место. Так, и вот так. Вот так вот. Так, и последняя часть в этой куколке это у нас идет ее обувь. Вот она такая, вот, очень красивая, между прочим, обувь. Мне очень понравилась ее обувь. Она сделана как-то в виде листика какого-то, что ли, видите, вот здесь даже вот так вот, типа, загнута. Вот так листик, и он вот так вот обернул ее ногу. и каблук тоже, смотрите, в виде тоже листика, очень красивые туфли у нее, прям, такой каблук, видите, как листик. Ну, то есть мне она очень понравилась. Ну, то есть мне она очень понравилась, я в нее даже сразу влюбилась, когда вот купила розетту и увидела серебрянку там. Если честно, я там неправильно вам прочитала, где вот у нее вот такой же вот написано было, и вот где вот здесь она нарисована была, я вот здесь неправильно прочитала вам, потому что, как бы, читать я не умею по-английски. Вот, сильвертиц написано, как бы, ну, как я читаю, а на самом деле серебрянка написана. Вот здесь написано, нарисовано, как она может делать, вот, купальники, вот, сиреневая юбка или вот так, ну, можно вот даже вот так оставлять. То есть, ну, вообще, ну, шикарно, посмотрите, вот, то есть мне она очень понравилась. Здесь, кстати, у нее просто арт спереди был вот такой нарисован, как она в простом платье выглядит серебрянкой там. Это именно коллекция, вот, пикси-принцессы, даже вот написано у них, вот, пикси-принцессы, их там три штуки, вот, как я уже показала, динь-динь, розетта и вот серебрянка. Розетта у меня уже есть, серебрянка есть, а вот динь-динь мне не хочется покупать, потому что она у меня уже есть. Зачем мне две динь-динь одинаковых, хоть она там тоже очень красивая, но вот. В общем, вот такая вот у меня теперь новая куколка, я очень рада, что мне хотя бы попалась серебрянка. Но о Барби и безграничном движении на скейте или Сильви Тембервульф я обязательно куплю. Я буду ходить каждый четверг, по крайней мере, искать ее, поищу еще, наверное, недельки две или три, может быть, появится. Если нет, то тогда Сильви Тембервульф я точно закажу в Империи кукол, раз они уже начали появляться в детском мире, хотя бы Фрэнки, то, значит, скоро уже появится и в Империи кукол Сильви Тембервульф, хоть она там дороже, но все-таки там я точно знаю, что ее куплю. А вот Барби, я у них спросила, будет ли такая у них Барби на скейте, они написали, что да, только дата привоза неизвестна. Ну, вот, если что, то, может быть, дождусь все-таки потом эту Барби. Но все-таки я и буду искать в магазинах. Я прям вот уверена и чувствую, что мне повезет их найти, потому что не раз мне везло уже с куклами. Я пока что вот считала все везения, как мне повезло, вот насчитала как бы 13 штук из всех. Ну, у меня, конечно, 147 кукол уже, и из всех я пока, как бы, какие помню, это 13 штук, с какими мне куклами везло. Ну, я имею в виду, когда вот я иду за куклой, хочу конкретную куклу, прихожу, и она там есть. Или когда вот прихожу, смотрю, нету, и начинаю рыться во всех полках, и нахожу ее. Вот, ну, вот так вот, что везет и все. Вот я лично считаю, что я везучий человек, потому что как ты считаешь себя, так оно и есть. Потому что мысль материальная, и она реально воплощается. Вот я бы так вам советовала. Когда вы идете в магазин, если вы хотите конкретную куклу, думайте о ней, и вам повезет ее найти. Потому что мне так неоднократно везло. Ну, вот моя новая куколка. Вот это вот феечка Дисней. Это у нас коллекция пикси-принцессы. И куколку зовут Серебрянка. Кстати, имя я изменю, потому что Серебрянка как-то, ну, не имя. Вот, поэтому имя я ей изменю, но пока я еще имя и не придумала. Вот. Вот такая вот у меня новая куколка. Фея Дисней. Из коллекции пикси-принцессы. Серебрянка. Серебрянка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...